ПОПЫТКА КАК ПЫТКА Читает автор. После падения больницы на костылях, кость бедра неправильно срасталась. Меня это сильно удручало. Просил маму поехать к врачу хорошему поговорить. Она поехала, узнала. Приехала домой и сказала. «Сынок, на операцию деньги нужны. У нас их нет. Меня с работы сократили». Попытка выровнять ногу случилась только через полгода после аварии. Я наконец-то бросил костыли и палочку. Ходил самостоятельно. Но больная нога уже не смогла выдерживать тех нагрузок, что раньше были. Долгое время, чтобы не было видно дефекта ноги, я носил клеши. Хотя мода менялась. Появились бананы. Девчата спрашивали. «Почему носишь то, что уже не модно?» Мне не хотелось правду говорить. Отшучивался. Мы с мамой подрядили сделать маску внутри большого нового дома. Я так хотел собрать деньги на операцию, чтобы выровнять кость бедра. Собрали пятьсот рублей. Мама повезла их домой врачу. Его встретила его мать. Деньги взяла. Сказала, что все будет в порядке. Я ему передам. И записала мои данные. Мест в больнице не было. Но нам сразу нашли место. Я так надеялся и верил, что операция пройдет удачно. Все снова повторилось. Я на столе. Опять наркоз дают. И врач мне говорит. «А зачем тебе ногу ломать по новой?» «Ты что, модель, красоты или девка?» Меня охватила тревога. Но от наркоза я потерял сознание и отключился. Отходил я в палате и не мог поверить своим глазам. Нога была такой же неровной. Кошмар. Зачем же тогда операция была нужна? И за что взяли деньги? Врачам нужен был стержень из нержавейки, что забивали вовнутрь костей. Вот и все. Хотя с этим стержнем люди могут прожить и всю жизнь. Короче, им его не хватало другому кому-то забить. Я был подавлен. Унижен. Растоптан. Вернулись домой. Мать меня как могла утешала. Не помогала. Она ушла на работу. Брат был в другой комнате. Я решил сломать ногу своими силами. Думал, может, после этого ее сложат нормально. Приподнял я диван и поставил одним краем на доску. Под диван ногу больную засунул. Метил, чтобы сбросить диван туда, где был перелом. Руками вырвал я доску. Диван на ногу упал. Опять адская боль. На шум и стон брат прибежал. Ты что, с ума сошел? Стал. Стал вытаскивать меня из-под дивана. Место перелома обросло толстым костным слоем, мозолью. Сломать этот слой я не смог. Только в мягину сделал. С палкой хромал. Нога месяц болела. И до сих пор не могу долго стоять, ходить, копать в огороде. Мне надо было получить диплом в горном ПТУ, так как я не успел пройти практику из-за аварии и пошел уже не со своей группой на практику в шахту. И на комиссии, на вопрос хирурга, травмы, переломы, операции были? Ответил. Нет. То же самое сказал и в военкомате. Не знаю, что и кому я хотел этим доказать. Ни в шахту, ни в армию меня бы не взяли, если бы сказал всем правду. Шахта – второй фронт. Опускаешься под землю и не знаешь, вернешься или нет. Так же армия была, тоже не сахар. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!